Здравствуйте! В эфире Инсталайв с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского Федерального Университета. Сегодня о поступлении, особенностях образовательных программ и самом учебном процессе расскажут директоры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, академик Академии наук Республики Татарстан, доктор философских наук, профессор Михаил Дмитриевич Лкунов. Спасибо, Катюша. Добрый день, наши уважаемые слушатели, зрители. В очередной раз от имени Института социально-философских наук и массовых коммуникаций приветствую нашу аудиторию и в ближайший час вместе со своими коллегами, заместителем директора Института по образовательной деятельности, доцентом Снарской Ексейной Валерьевной и деканом Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Ленин Григорьевичем Толчинским, готовы предоставить вам всю информацию об Институте и ответить на интересующие вас вопросы. Для начала, просто вкратце, хочу сказать, что наш институт сравнительно молод. В этом году ему исполнится всего лишь 7 лет. Тем не менее, за 7 лет своего существования он быстро вырос до одного из самых крупных, самых привлекательных гуманитарных подразделений Казанского федерального университета. Судите сами, сегодня в институте идет подготовка по 10 направлениям полного цикла, могу их перечислить наизусть. Философия, теология, политология, конфликтология, социология, религоведение, журналистика, медиакоммуникации, телевидение, телепроизводство, реклама, связь с общественностью и медиакоммуникацией. В институте насчитывается свыше 250 сотрудников, из которых 150 преподавателей. Три четверти из них имеют степени кандидатов и докторов наук. В структуре института два отделения и прекрасно оборудованная высшая школа журналистики и медиакоммуникации. Из этого замечательного зала, аудитории, шоурума, как мы его называем, и ведется наш сегодняшний инсталайф. В состав студентов насчитывает почти 2500 человек из 55 субъектов Российской Федерации и почти 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждый одиннадцатый из наших студентов – это иностранец. Институт отмечен такими особенностями своей работы, как, во-первых, сочетание традиционных методов образования с современными образовательными технологиями, очень внимательный подход к студентам, культивирование свободного критического мышления, высокая общественная активность, ну и, конечно, уважительное отношение к каждому из преподавателей и студентов нашего института. Я думаю более подробно о деталях предстоящей приемной кампании, об особенностях обучения, воспитания в нашем институте. Мы расскажем, отвечая на ваши вопросы, а забегая вперед, могу заметить, так уже опускаюсь в практическую плоскость, в плоскость приемной кампании будущего учебного года, предваряя вопрос, что новенького будет в следующем учебном году и в ходе приемной кампании. Ну, о деталях и особенностях, инновациях приемной кампании Екатерина Валерьевна расскажет, а что касается учебного года, могу сразу вам сказать сначала приятную, естественно, новость о том, что в этом году мы впервые получили разительное увеличение количества бюджетных мест почти в полтора раза. Это невиданная, так сказать, ситуация. Вот коллеги не дадут мне соврать, что мы в полтора раза увеличили набор на государственные места как на бакалавриате, так и в магистратуре. И вторая инновация, которую, наверное, многие из вас уже знают, наслышаны, обнаружили ее, то, что с этого года уже, независимо от того, закончится пандемия, надеюсь, закончится или не закончится, но дистанционный формат образования в отдельных дисциплинах, скажем так, в отдельных учебных программах будет уже практиковаться в обязательном порядке. Это не значит, что все образование перейдет в онлайн-режим, но, повторяю, согласно решениям Федерального министерства, распоряжениям нашего руководства, значит, уже с первого курса официально часть дисциплин наши студенты будут изучать в онлайн-формате. Вот на этом я завершаю свое краткое вступление и предоставляю слово своим коллегам или вопросам наших будущих, надеюсь, абитуриентов. Давайте перейдем к вопросам, или сначала вы скажете слова? Я думаю, нужно сразу к вопросам. Отлично. Абитуриенты и их родители, вы можете задавать вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. И такой первый вопрос, который, наверное, больше всего волнует поступающих. В этом году поступление будет проходить дистанционно или нужно приехать лично? В этом году, и это на самом деле будет специфика приемной кампании будущего 2021 года, она будет осуществляться в гибридном режиме. То есть у наших абитуриентов будет возможность как приехать в университет и, соответственно, лично подать документы техническим секретарям приемной комиссии, так и, соответственно, можно будет всю процедуру приема осуществить в режиме онлайн. То есть не приезжая в университет, не приезжая в город Казани, а находясь у себя в городе или, соответственно, в своей стране. Этот опыт мы уже, в принципе, активно отработали на приемной кампании 2020 года, которая была полностью в дистанционном режиме. И, соответственно, вся процедура, весь процесс от начала подачи документов до выхода приказа о зачислении, в том числе прохождение вступительных испытаний внутренних в режиме онлайн мы уже опробировали. И, соответственно, всю технологию, она уже отработана. И, соответственно, в этом году, думаю, проблем больших и у абитуриентов, и, соответственно, у университета не будет. Спасибо большое. Есть ли в этом году бюджетные места на журналистику и на рекламу и связь с общественностью? Да, в этом году хоть немного, но, тем не менее, выделены бюджетные места на интересующие вас направления подготовки. Так, на направление журналистика, мы, естественно, говорим о бакалавриате, да, с вами? Да. Будет семь бюджетных мест. На направление рекламы и связи с общественностью у нас предполагается шесть бюджетных мест. Огромная просьба к абитуриентам, которые планируют поступать в этом году в университет, обратить внимание на официальный сайт университета, kpfu.ru. При выборе вкладки абитуриенту вам будет доступен как правило приема в полном масштабном, в полнотекстовом режиме, да, и, соответственно, план приема, где будут указаны все направления подготовки, количество бюджетных мест, контрактных мест, перечень вступительных испытаний и, соответственно, минимальные баллы для участия в конкурсе. Следующий вопрос. Какие минимальные проходные баллы были на бюджет и политологию в прошлом году? В прошлом году минимальное количество баллов по поступившим на бюджетную форму обучения было 248. Да, но обратите, пожалуйста, внимание, ребят, конкурсная ситуация, она складывается в процессе приема, да, то есть она будет зависеть от количества абитуриентов, которые подадут на указанное направление подготовки, во-первых, во-вторых, на средний балл ЕГЭ, которые получили данные абитуриенты, да, и, соответственно, конкурсная ситуация также зависит от количества бюджетных мест. В прошлом году, в 2020-м, на политологию у нас было выделено всего 14 бюджетных мест и, соответственно, в будущем, в 2021-м учебном году, будет выделено 17 бюджетных мест. Но у нас есть достаточно серьезные изменения в плане возможности абитуриентов в будущей приемной кампании. Так вы, наверное, знаете прекрасно, что до этого года абитуриенты имели право подавать заявление на участие в конкурсе на три направления подготовки в рамках одного вуза. В 2021-м учебном году у нас для абитуриентов возможности очень серьезно возрастают. Вместо трех направлений подготовки вы будете иметь возможность подать заявление сразу на 10 направлений подготовки. То есть, соответственно, конкурсная ситуация на уровне поданных заявлений, она, естественно, будет выше. Соответственно, ориентироваться на вот этот прошлогодний минимальный порог, поступивших на бюджетные места, здесь, конечно, не стоит. Ориентируйтесь с запасом хотя бы на 5, а лучше на 10 баллов суммарно. Хорошо, спасибо большое. Тут поступил очень интересный вопрос. В следующем году планирую поступать в КФУ. Сейчас связал свою жизнь с видеоискусством. Монтирую видео на хорошем уровне. Нравится операторское искусство, режиссура монтажа. Подскажите, пожалуйста, перечень условий и конкретный номер специальности, который подойдет моим запросам. Сейчас доучиваюсь последний год в горном техникуме, иду на красный диплом в зачете не одной четверки. За это будет дополнительный бонус при поступлении? Тут, наверное, я начну, а Леонид Григорьевич, я думаю... Ну да, вы начнете. Это очень коротко. По всей видимости, это человек, который может желать поступить на направление телевидения. Там есть несколько профилей, он должен для себя выбрать, но это вот про это очевидно. Очевидно, совершенно очевидно. Остальное, я думаю, Катерина Вагерна поможет. Здесь, конечно, во-первых, если вы выпускник колледжа, то есть у вас будет диплом об окончании среднепрофессионального учебного заведения, то у вас есть альтернатива в качестве выбора формы вступительного испытания. То есть вы можете, как гражданин Российской Федерации, сдавать ЕГЭ для направления телевидения, это русский язык и литература обязательные, и проходить внутреннее вступительное испытание, уже творческий экзамен на конкретное направление телевидения. Это первая траектория. Соответственно, вторая траектория, вы можете не сдавать ЕГЭ, а пройти все вступительные испытания необходимые, то есть и русский язык, литература, и творческое вступительное испытание в университете. По уровню сложности, в принципе, здесь у нас будут задания идентичные ЕГЭ. Это первый момент. Второй момент по поводу вашего портфолио. То есть если оно у вас есть, безусловно, портфолио будет учитываться в рамках сдачи вами внутреннего творческого вступительного испытания. Для этого вам необходимо будет соответствующим образом оформить, приложить подтверждающие документы, то есть принести, ну, допустим, на флешке, я думаю, можно будет, на флешке принести ваши снятые видеоролики, то есть все работы, которые за последние 2-3 года у вас имеются. И, безусловно, эти вещи будут учитываться при сдаче вами вступительного испытания. Хорошо, спасибо. Перейдем к следующему вопросу. Предоставляются ли места в общежитии при поступлении на бюджетную или платную форму обучения? Ну, в университете нет разделения для студентов на бюджетников и контрактников в плане предоставления... В том числе по оплате общежития. Да, и как для предоставления общежитий, и по стоимости оплаты за общежитие. Студенты первого курса заселяются в стопроцентном объеме в деревне универсиады, обеспечиваются местами в общежитии, соответственно, единственное, мы говорим об очной форме обучения, да, здесь это обязательно. Начиная со второго курса обучения, студенты, которые не имеют нарушений внутреннего режима, не имеют замечаний, не имеют академической задолженности, нарушений дисциплины отсутствуют, да, то есть при прохождении аттестации также обеспечивается, то есть продлевается возможность проживания в общежитиях. В случае же, если студент в течение первого года обучения показывает, ну, какие-то сложности с дисциплиной, да, позволяет себе, то в этом случае, конечно, решается на уровне аттестационной комиссии. Но в общежитии для всех ребят у нас, конечно, есть. Спасибо большое. Как перевестись на журналистику на второй курс? Здесь не уточнили из другого университета или просто из другой специальности? Я думаю, оба варианта будут интересны. Ну, тут, в принципе, процедура примерно одинаковая. То есть, во-первых, процедура перевода осуществляется в первый месяц каждого семестра, то есть второй семестр – это февраль месяц, следующий уже учебный год в течение сентября месяца. Что для этого нужно сделать? Если вы являетесь студентом нашего университета, но другого института или направления подготовки, то вы просто берете у себя в деканате справку, выписку из зачетной книжки. С этой выпиской из зачетной книжки нужно будет подойти в деканат Высшей школы журналистики, который находится по адресу, нужно 1.37, второй этаж. И дальше сотрудники деканата просто расскажут вам о процедуре, она достаточно быстрая. Академическая разница, кстати, во всех случаях, неважно, откуда вы переводитесь, будет ликвидироваться вами уже после перевода к нам, то есть после выхода приказа о зачислении. Если вы являетесь студентом другого вуза, неважно, какого города, то здесь, конечно, есть немножко пожестче требования. Во-первых, вуз, которым вы обучаетесь, должен быть аккредитован, и, соответственно, копию свидетельства об аккредитации вы должны будете предоставить к нам в деканат. Сюда же вы должны будете предоставить выписку из вашей зачетной книжки, далее процедура перевода одинаковая. В принципе, особых проблем нет. Так, следующий вопрос тоже про перевод. Хотела бы с третьего курса бюджетного очного места в своем нынешнем вузе перевестись к вам на бюджет заочного отделения направления рекламы и связи с общественностью. Возможно ли это? Было бы возможно, если бы существовала реклама и связи с общественностью в заочной форме, да еще и с бюджетом. Да, у нас направление подготовки, которое реализуется в заочной форме, это журналистика и телевидение, но для возможности перевода на бюджетную форму обучения при этом должно быть еще и у нас вакантное бюджетное место. На данный момент вакантных бюджетных мест нет, и мы обязаны при появлении вакантного места в первую очередь переводить на него ребят, которые уже обучаются у нас на контракте, на основе конкурсной ситуации, то есть на основании рейтинга. Соответственно, мониторить, конечно, ситуацию можно, да, то есть в случае появления бюджетного места и, соответственно, отсутствующих претендентов на него из числа уже имеющихся студентов, в этом случае, конечно, будет перевод возможен. Но, опять же, не на рекламу, а вот на смежное направление, либо журналистика, либо телевидение. Следующий вопрос. Учусь на дошкольном образовании в другом городе, но хочу переехать и учиться у вас в ВУЗе на кинооператора. Уже как два года фотографирую и снимаю, и хочется продолжать развиваться в этом деле. На какой курс я попаду? И влияет ли то, что я учу сейчас на другую специальность? На какой курс вы попадете, будет зависеть от количества и, соответственно, перечню с данных вами предметов. Для того, чтобы ценить вообще возможность вашего перевода на... Ну, я так понимаю, опять же, речь идет о направлении телевидения, да, сейчас? Да, получается. Да. Соответственно, нужно будет, чтобы сотрудник деканата проанализировал вашу выписку из зачетной книжки, посмотрел объем академической разницы, в этом случае будет решаться вопрос о том, на какой курс вы будете переводиться. Как правило, безусловно, учебные планы в разных направлениях подготовки, они очень сильно отличаются. И, как правило, ребята, которые приходят к нам в качестве переводников с других направлений подготовки, мы принимаем их, ну, как правило, опять же, да, не позднее, чем на второй курс. Потому что иначе академическая разница будет просто неподъемной, и студенты, как правило, с такой разницей не справляются. И нужно ли сдавать ЕГЭ абитуриенту в этой ситуации? Нет, вы будете уже у нас в статусе не абитуриента, а в студента. То есть, соответственно, вы уже сдали требуемые ЕГЭ, поступили у себя в ВУЗе на дошкольное образование, сейчас вы будете переводиться, и дальше для того, чтобы вы могли стать полноценным студентом, вам нужно будет после перевода просто сдать свою академическую разницу. Никакие ЕГЭ в данном случае не требуются. Следующий вопрос. Я иностранка. Нужно ли мне получать приглашение для поступления в ваш институт? Ну, приглашение в любом случае оформляется нашим департаментом внешних связей. Другое дело, что форма и формат представления таких приглашений, он разный. Отличается в зависимости от того, визовая страна это или безвизовая. А ребята, которые обучаются, я так понимаю, абитуриент сейчас находится у себя в стране, он не является студентом нашего подготовительного факультета, и он просто в частном порядке хочет поступить к нам, насколько я понимаю. Получается, да, просто здесь нет никакого уточнения? Хорошо. Но в любом случае, процедура для сдачи вступительных испытаний, она будет стандартная. С 20 июня вы должны будете зарегистрироваться на сайте kapfu.ru, в разделе абитуриенту, в социальной образовательной сети буду студентом. Для иностранных граждан в личном кабинете, который у вас будет активен, прописана четкая процедура того, что вы должны будете сделать. Сдавать вступительные испытания абитуриенты и иностранцы смогут в дистанционном формате. То есть, как только вы успешно сдаете вступительные испытания, как только вы, ну, если вы поступаете на контракт или на бюджет, неважно, да, приходит приказ о вашем зачислении, после этого уже начинается процедура приглашения вас и, соответственно, оформления соответствующих документов. То есть, приехать к началу учебного года у вас не будет никакой проблемы. Поступил вопрос про аспирантуру, политическая социология и социальная философия. Как узнать вопросы по профильным предметам и как связаться с руководителями этих программ? Так, аспирантура, процесс зачисления наших аспирантов, он осуществляется немножко по другой траектории, в зависимости, в отличие от бакалавриата и магистратуры. Программы вступительных испытаний вы можете посмотреть в разделе «Аспирантам», отдел аттестации научно-педагогических кадров. В любом случае, вступительные испытания, они стандартные. Это три предмета в качестве обязательного. Это иностранный язык, программа которого опубликована на сайте университета. Это философия, тоже обязательный предмет. И третий предмет, соответственно, специальность. То есть, дисциплина в зависимости от того, на какую направленность аспирантуру вы планируете поступать. Более того, сроки зачисления аспирантов у нас немножко сдвинуты. Аспиранты зачисляются с 1 октября, и, соответственно, вступительные испытания они проходят в течение сентября месяца. Точные сроки, опять же, лучше уточнить непосредственно на сайте kapfu.ru. Если есть какие-то там был вопрос по поводу того, как связаться с руководителями, да, соответствующих магистрских программ, аспирантских программ, то, соответственно, здесь были перечислены социология и политология. Нет, социальная философия и политическая социология. Политическая социология. Можно будет позвонить по номеру телефона 233-7257. Это директорат Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. И вас ориентируют. Вы можете позвонить непосредственно на выпускающие кафедры. Соответственно, это кафедра социальной философии и кафедра общей этнической социологии. Подробную процедуру, соответственно, и, наверное, качественный вот этот аспект данных направленности, подготовки, я думаю, вас проконсультируют. Можно связываться на электронную почту, написать на сайте. Вся адреса есть. Спасибо большое. Также попросили уточнить, в каких числах можно уже начинать подавать документы. С 20 июня 2021 года начинается приемная кампания. Это дата единая для всех вузов Российской Федерации. Соответственно, с 20 июня вы сможете уже подавать заявление для участия в конкурсе на все направления подготовки. Период, в течение которого мы принимаем заявление от абитуриентов с 20 июня по 10 июля, для тех, кто планирует поступать на основании внутренних вступительных испытаний, сюда в том числе и относится направление подготовки журналистика и телевидения, для тех же абитуриентов, которые планируют поступать исключительно по результатам ЕГЭ, период подачи заявлений будет с 20 июня по 25 июля включительно. Сроки одинаковые. Спасибо большое. Пока вопросы закончились, возможно, есть какие-то у вас моменты, которые вы также хотели бы озвучить? Ну, Светлана Валерьевна всегда актуальную информацию имеет. Что у нас из материалов, которые, наверное, необходимо обратить внимание абитуриентам 2021 года? Помимо дополнений в правила приема, о которых я уже сказала, в плане количества направлений подготовки, в которых абитуриент может участвовать, 10, у нас еще появилась возможность абитуриентам выбирать результаты ЕГЭ, которые будут считаться в качестве вступительных. Например, на любое из направлений подготовки есть обязательные два единых государственных экзамена. Это русский язык для всех без исключения направлений подготовки, и второй ЕГЭ обязательный профильный. Ну, например, журналистика, телевидение – это литература в качестве профильного ЕГЭ, здесь выбора абитуриентов нет, я не знаю, общество знаний, например, для философии, политологии, история для теологии и так далее. А вот третий ЕГЭ абитуриент может выбирать, он может сдавать, например, либо историю, либо иностранный язык, или историю, или, например, профильную математику. Вот эта вариативная часть ЕГЭ, она тоже прописана в плане приема. Обратите, пожалуйста, внимание, эти перечни вступительных экзаменах, он со звездочкой, да, через слэш указан будет. Соответственно, вы, сдавая ЕГЭ по, например, четырем дисциплинам, и когда вы получаете результаты ЕГЭ, вы можете в качестве вступительного считать те, по которым у вас выше баллов. В этом случае, естественно, у абитуриентов будет больше шансов поступить именно на бюджет. То есть, это вещь достаточно важная, и такого не было еще никогда. Это впервые? Это впервые, да. Ну, а я напоминаю, что в эфире был Инсталайв с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова